Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Не помню, кто спрашивал уже Вот, получается так, что у меня сейчас видео есть с запасом Для Skyrim'а, для Stardew Valley, который, кстати, надо будет загрузить Тоже там уже куча скопилась Вот, и даже в случае неудачи Даже в случае, когда у меня нет в данный момент на стримах той или иной игры Она, скорее всего, есть на ютубчике Вообще лагает, когда падает красный песок Почему именно красный песок? Что у тебя в данный момент в Star Valley? А вот что в Stardew Valley видел у меня на стримах, то и есть Порядка, ну, если ты смотришь только на ютубе То вот еще порядка, наверное, 15 эпизодов не вышло пока что Ну, то есть плюс еще к тому, что есть на ютубе Там расписание есть в группе ВКонтакте, посмотри Ну, проблемы на Твиче были, поэтому я не нарезал Там болел как-то было, не до этого Ну, вот, я буду на выходных сидеть, все это нарезать, отправлять Так, блоки, диспенсер, да Да ее простота, где у меня нитки? Хоть одна, ну, в смысле, хоть три Да ее мое Вот, ну и когда меня отпустят, буду снимать Хотя, может, сегодня сниму Голову мою отпустят Сниму отчетный эпизод по Скайбл, ой, по этому По ванильке Потому что мы там вчера нафига чего сделали И вообще в последний стрим мы нафига чего сделали Там мы мультиферму запустили полностью И территорию прибрали Более-менее С проектами разобрался Кстати говоря, кстати говоря о ваниле Там у меня вот жители шли Некоторые в рай, некоторые в ад, да Ну, кто помнит, кто знает, тот знает Да, кто не знает, посмотрите Вот, и у меня эта хрень просто перестала работать У меня жители набились в стенку по какой-то причине Не знаю, в чем дело, почему они такие тупые Но работать это перестало, абсолютно Так что пришлось вырубить Экстренно Ты мразь Ааа, нет Жить, 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 жить Пошел, вон Вон пошел Черт, не думал, что отсутствие брони меня так покоцает Меня так укусит за задницу Хотя брони-то у меня там было, боже мой Смех Так, ну и делаем А, ну и делаем, да Раздачик нужен Раздатчик и рельсы И, возможно, липкий поршень Хотя нет, наверное Наверное, поршень будет уже лишним Хотя Блин, смотря куда мне жителей на самом деле Так, косточки сложим сюда Так, мне потребуется Ковла Мне потребуется Сочек редстоуна И мне потребуется Три нитки И три палки Иногда я скучаю панели По его этим Шифт-клик рецептам Так, это дроппер А это диспенсер Диспенсер для вагонеток Также мне понадобится, наверное, такая вот рельса Так, дайте-ка мне это затестить Так, если я ставлю вот так Здесь у меня стоит Это Хреновина Вот так Если я нажимаю на кнопку Где она у меня Так, ну если я сделаю Ага Я думаю, так и оставим Так, и оставим То есть нажимаю на Один рычаг Отправляю Ну, то есть выстреливается вагонетка Нажимаю на второй рычаг Активируются рельсы Хотя можно кнопки поставить В принципе Но пока не буду Так, здесь у нас Все равно Из чего строить Но я думаю, что мы сделаем Как-нибудь вот так В любом случае Аааа Ё-моё Вот этот блок Паринский Ну ладно Так Так, ну по идее два блока, по идее. Ну это так, больше окно, чем безопасность, скажем так. Так, теперь мне надо вылить воду где-нибудь вот. Так, где-нибудь вот тут, наверное. Так, тут голова, вот тут табличка, тут... Вот там вода. Так, давайте проверим это. Так, вот большой житель плывет. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Эксперимент получился удачным только потому, что я имитировал голос жителя, иначе бы ничего не получилось. Поэтому я хорош в Родстоне, а вы нет. Понимаете, это механика. Нужно обязательно имитировать голос жителя. Если вы транспортируете корову, нужно обязательно мычать. Так. Когда уже русский шрифт сделают жирным, ради всего святого. Потому что вот это вот... Потому что, смотрите, я вижу, что написано здесь. Ну, более или менее вижу. Я нихрена не вижу, что написано тут. Я знаю, что там написано, поэтому я могу это разобрать. Но если я не знаю, я... Я все еще вижу надпись слева. Я уже не вижу надпись справа абсолютно. Даже вот так вот. Ну, короче, кошмар. Ну, короче, кошмар. Ну, короче, кошмар. Рельсы-то встанут сюда. И встанут. Кстати, о птичках. Надо бы... Блин, у меня камень кончился, взятый с собой. Вот это попадалось. Надо бы безопасность тут устроить небольшую. Сделать подушку. А то, если они упадут, все разом. Просто из стакана. Вот это будет тупо. Это будет очень тупо. Так, где оно есть? Ну, мне хватило ресурсов. Почему я? Не удивлен, конечно, но... Ну, рад. Определенно. Вот как жителей туда запихнуть? Это уже, блин, другой вопрос. Это уже совершенно другая история. А, блин, как же тогда сделать так? Так, чтобы здесь было светло. Ну, помимо... Помимо очевидного факела. Наверное, как-то вот так. Наверное, как-то так. Так, здесь я закидываю вагонетку. Тут я ее активирую. Здесь я ее запускаю. Ну, а это когда мне нужно будет. Так, ну и далее. Далее, далее, далее. Конечно, по рельсам. А, это что так лагает-то, еб-парасоте. Ну, это Майнкрафт. В принципе, ему норм лагать. Мне только не норм, нифига. Да, надо, кстати, здесь достроить бы. Неплохо было бы здесь достроить все. Хватит, не хватит. Ну, я не знаю. Хватит, не хватит, не знаю. Может, я погорячился. Вернее, поторопился сказать, что мне хватит блоков. На самом деле, мне нифига не хватит. Если я прав, то все это заработает. Потому что практика показывает, что жители вполне чувствуют себя комфортно. То есть, им не обязательно нужна деревня. Как не обязательно нужна? В смысле, они не видят деревню, я хотел сказать. То есть, им не обязательно на 64 блока уходить от деревни. Ау. Какорбит мои ноги. Какорбит вонючая нога. Что? Ну, и осталось посадить, собственно, всех братюнь по нормам, по камерам. А, еще сделать Конечно же Платформу с дверьми С дверями Но это после Да хренов где-то У меня опять кончился камень Ладно, я не буду много добывать Но какое-то количество добуду А, ха-ха-ха Так, ну когда мы добыли камни Теперь мы можем пойти и Ну да Черт подери Этого хватит Где мой забор? Где мой забор? Нет забора Кто спер мой забор? Признавайтесь Кто украл мой забор? Весь Тут было много забора Так, забор мне Слава богу пригодится Когда-нибудь Так что я могу его крафтить Много Или не очень много Но достаточно Оу Так, раз, два, три Раз, два, три Здесь мы двери поставим Так, а вот этим мы отметим Отметим вот это Не знаю Будет ли считаться это За наружу Но по идее Да За наружу Простите меня Мой Первый русский Так, раз, два, три Так, раз, два, три Почему у меня Почему у меня в голове мысль За недельку до второго Упорю ведерко плова Я Почему я сейчас так думаю Плов Вообще Упорол бы Правда Правда дней остался всего один А плова нет Ну ладно Это уже детали Это издержки Мелочи Неважные О, первый левел Поздравляю тебя С первым левелом Продвинь, ребят Что молчу У меня горло падет немножко Так, совсем Самую малость Ну и спрашивайте что-нибудь Буду отвечать По мере возможности Что такое левел Левел это просто Способ Показать Что у тебя больше Если ты понимаешь О чем я Больше Ни для чего не нужно Абсолютно Ну то есть Если будет какая-то раздача Участвовать будут все Если будет какая-то Ну какая-то любая В принципе акция То участвовать будут все А не только те Кто 100-500 лет сидит Так что Так что да Тяжко стримить каждый день Если не болею То нет Нормально Знаешь когда работа любимая То Ну то есть Когда хобби И работа Это одно и то же Это же круто Ну то есть Ты не думаешь Что по-моему Опять на работу Ты думаешь Ну че Сейчас в игры Сяду поиграю В свои любимые С людьми пообщаюсь В конце концов Кто тебя учил строить В Майнкрафте Да никто У Хукса Смотрел пару видео В свое время Но давно это было Ко мне на сервер Да конечно Вообще не вопрос Только вот сервер Надо открыть Потому что это сингл А так да Конечно можно Без Б Серьезно люди Почему вы думаете Что это сервер Неужели никто В сингле уже не играет Неужели люди Такие скучные Не верю Я не верю Что 100% игроков Играют только на серверах Хотя я видел Местные скайблоки На серверах Ребята Это такой казуал Это такой позор Так Сначала Перевезем Вот этого Да Вот этого Ребята Что, я строю? Ферму жителей Надеюсь, что будет работать Если нет, то я знаю, что делать примерно О, мне сегодня Наше золото пригодится Вероятнее всего Которое мы сегодня полстрима тут Копали, добывали Ну, в смысле, не копали, а добывали, да Да, насчет скайблока на серверах Вот я видел, я не знаю, какой там Последний какой-то открывался Скайблок, но чаще всего Скайблок на сервере Это, знаете, такой Обычный, в принципе, Майнкрафт Без каких-то серьезных ограничений Но вместо нормальной генерации Там вот скайблок, островки На которых есть алмазы, золото И вообще все что угодно Самое главное, там даже алмазы есть В принципе, там можно все покупать и продавать Какого черта Да, вот я тоже думаю, чувак Какого хрена Да, блин Сиди, твари, не высовывайся Молодец Я забыл, что эти вагонетки так могут Блин Он не то, что был бы последним жителем И суперценным чуваком, но Не хотелось бы Сношаться с этой фермой Лишний раз И абсолютно не хотелось бы вытаскивать жителя вот отсюда Что как бы возможно Но как бы не хочется Так, по идее Там они должны у меня слезть нормально Но это по идее По факту хрен его знает Как обычно Как обычно с Майнкрафтом Либо все понятно, либо хрен его знает Чаще хрен его знает Есть официальный сервер скайблока Там уже нормальный скайблок Блин, может ты мне его скинешь? По-моему кто-то обещался Но скинул какие-то непонятные ссылки Абсолютно Да ё-моё Хватит падать Хотя я думаю Мы и так их запихнём Оу Перебор Не, я думаю, мне не нужен Не нужны будут золотые рельсы Я думаю, что золото я потрачу как-нибудь иначе По каким играм будут другие стримы Ну, Dark Souls 3 я уже купил Не знаю, насколько я смогу в него играть Но я буду в него играть Ну, то есть, я играл во второй, но мы играли только в коопе Не знаю пока в каком виде это будет Скажем так, потому что У Мерзуки есть некоторые технические проблемы с микрофоном Он шумит, любой микрофон причем Вот, так что Я просто не могу сказать Вот, но то, что это будет Это никаких сомнений Ну, попробуем его запихать туда Хотя вряд ли Мерзуки, наверное, аудиокарта полетела Но на тот момент у него был достаточно новый ноутбук Так что, не знаю Я думаю, что если бы у него полетела звуковая карта То он бы с этим разобрался как-нибудь Так что, не знаю, что он был запихать туда Так что, не знаю, что он был запихать туда Так что, не знаю, что он был запихать туда Так что, не знаю, что он был запихать туда Что со стеклом поторопился? Давайте второго притащим. Dark Souls стоит покупать? Да. Ну, я не знаю насчет третьей, но вторую могу порекомендовать как то, с чего стоило бы начать. Потом, возможно, первая, а потом, возможно, третья. Но, в принципе, если ты пройдешь вторую часть, я думаю, там уже сам все поймешь. Вот. Dark Souls это отличная игра. В интернете пугают, что она дофига сложная. Там вообще прям... прям вообще-вообще сложная. Она не сложная, она нормальная. Она то, какими игры должны быть. По сложности. У нее сложность строится абсолютно на твоем знании, скиле и на том, как ты умеешь оценить ситуацию, а не на долблении одной кнопки. Гнездо для микро сломалось, поломка-то незаметная, если шумит любой микро. Понятно. Skyblock Server, Connect with IP Skyblock Net. Хорошо, я посмотрю потом. Блин, Зимитрончик, что бы скинул бы ты куда-нибудь мне в личку ВКонтакте, было бы вообще хорошо. Так, чё я поперся-то? Картошка. Так, вот это уберем. Это мы тоже уберем, это мы тоже уберем. Так, уберем сюда, наверное. Так. Три ведра воды уберем. Так, вагонетки я сейчас скину. Это мы пока что тоже убираем. У меня пока все равно нет. Да, ничего нет, в принципе. Так, жители... Эти. Двери. Так, где-то должен быть Глоустон. А-а-а, срач, господи. А может здесь... Да, у меня уже 19 Глоустона здесь лежит. Чёрт. Так, я его сюда переложу. Я потом порядок наведу обязательно, но пока что это кошмар, конечно. Так, ну и дерево. Нафига мне сейчас дерево с собой? Непонятно. Может, Готя Кармадо попробуешь, заодно к Вахе приобщишься. Если это ММО, то нет. Если это стратегия, то нет. ММО пройденный этап. Стратегии просто не люблю. Ну, в том смысле, что не фанат. Не в том смысле, что они все, там, плохие. Просто не люблю жанр, как таковой. С модами играешь. Нет, это ванила. Даже клиентских модов никаких не стоит. Ну, то есть, которые чисто от клиента работают. Хотя я хотел поставить мод, который показывает циферки освещения на полу, чтобы было понятно. Ну, то есть, если на блоке освещения 10, то вот тут будет прям на блоке десятка нарисована. Да, блин, почему кирка не сбивает-то? Блин, я картошки не взял. Черт. Хватит толкать его. Слышь, я тебя любовника веду, чувак, хорош. Прекращай. Во. Так, все, хорошо. Должно работать. Просто должно. Если нет, я не знаю. Я знаю, что делать, но это будет еще куча геморроя. Просто это жители, с ними никогда нельзя быть уверенным. Ну, например, вообще ни в чем. Так, я сейчас соберу аккуратненько все рельсы. Черт с ними с факелами, черт с ним со снегом, но рельсы это пока что ценная штука. Когда мы построим 4 фермы железа, вот тогда уже можно будет как-то меньше париться из-за этого. Хотя на скайблоке лучше вообще никогда и ничем не раскидываться. Просто никогда и ничем. Может, тот не хочет быть геем? Не думаю, что они геи. Они какие-нибудь картошкофилы или овощи любые, я не знаю. Жители нетрадиционной картофельной ориентации. Может быть, как-то так. Я не знаю, как они себя называют. Они просто говорят ха-ха. Я не говорю на наречии ха. Ну, достаточно хорошо, чтобы понимать. Возможно, Томми Вайсо смог бы помочь, потому что он знает даже какой-то ха-ха ресторан, но я не могу. Обеспокоить маэстро из-за таких мелочей я не могу. Просто не могу. Я помню, у меня в компе изнутри сломался USB-порт. Осенило через три года обдумывание. Бывает, бывает. Там я тоже что-то барахлит. Порт от наушников. Может, где дёрнул чуть-чуть, отошло. Когда кому-то повезу. На апгрейд или ещё что-нибудь. Скажу, чтобы посмотрели. Бывает, как-то странно работает. То левый. То есть, крутанёшь в одну сторону, работают оба наушника. Крутанёшь в другую, работает только один. Ну, то есть, понятно, что что-то с портом. Механил чисто, вот, может, там, припой где-нибудь отвалился кусок и всё. Алмазы. Я нигде не брал алмазы. Алмазы тут, к сожалению, добыть нельзя. Я просто купил топор у жителя. Dream World слышал. Я играл в него минут 20 или 30, после чего выключил, потому что мне, если честно, стало лень лезть на Википедию и разбираться, как это работает. А внутри игры я нихрена не понял. Блин, я начинаю гундосить. Секунду. Ну всё, дальше будет гундос и стрим, потому что у меня заложило дос, причём капитально. Ну, вы слышите. О, секунду. Я даже не буду ставить на паузу это, там, прерывать. Смотрите на Ютубе, перемотайте минуты до две. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Так, я снова вернулся, ребят. Да, я просто лекарство пошёл выпил, может меня немножко сейчас отпустят, может я последние 20 минут как человек досижу. Так. Да, после этого мы закончим, потому что я хочу проверить, будет ли это работать и всё уже, на сегодня. В принципе, я сделал, конечно, не всё, что хотел, но всё, что мне доступно, точно. Так, стекло, стекло, стекло убрать надо. Стекло это ценная вещь. Так, блоки снега, ой, не, не сюда. Блоки снега сюда уберём. Сюда уберём полублок. И вот это. Хотя, нет, снега я, пожалуй, возьму с собой, мне кажется, на этом сейчас пригодится. Пригодится. Гоу под конец стрима спрыгнешь в бездну. Нет, спасибо. Это будет шпорт, а может это штекер наушников? Нет. Нет, ну, у вас, конечно, и штекер наушников, но как-то в шанхайзеровские штекеры я больше верю, чем... В не шанхайзеровские эти самые. Как они, блин, называются-то? Порты. Так, ну, по идее, теперь это деревня. По идее. Мортал комбат. Я знаю Мортал комбат, но я не планирую играть пока что в него. Я, в принципе, вообще небольшой поклонник файтингов, как таковых. Ну, и как-то... Мне интереснее всегда играть в файтинги, ну, если я вообще когда-либо садился за файтинг, мне всегда было интереснее играть с другом, а не с... кем-то там по интернету. Как я заспавнил жителя? Вылечил зомби жителя, да. Так, ну чё, будете любить друг друга, нет? Как минимум, здесь всё должно работать, на этом этапе. Возможно, погрешности на следующем. Возможно, погрешности вот тут, или вот там. Но там не должно, здесь тоже, по идее, не должно. Ну, если что, вся вот эта капсула поднимается на пару блоков, и это решает проблему. Какие яйца призыва? Ты чё, куришь, что ли? Мне кажется, когда делали эту карту, то яиц призыва даже не было ещё. Картофан. В 1.9, по-моему, или... Нет, в 1.8, по-моему, поменяли механику размножения жителей. Теперь они плодятся только, когда у них заполнен голод. Да, есть контакт. Блин, они в него картошки кинули, чёрт. Есть мелкий? Нет, нет мелкого. Так, я хочу построить ещё одну ногу этой хреновине. И построить там лестницу. Это неудобно. В обслуживании, конечно, вот эта штуковина неудобна. Это абсолютно вот технический механизм. Ну, то есть он не какой-то там некрасивый, да? Он должен быть функционален, и всё. Железо из зомби выпадает только, если его убил игрок. Да. Для добычи железа строится ферма железных големов. Для добычи золота строится ферма пигманов. Для добычи редстоуна и глонстоуна ставится ферма ведьм. Для добычи костей, пороха, стрел и всего вот этого, кроме редкого лута, типа железа, ставится иксфарм или любая другая, может быть, более простая гринзилка. Так, чё я попёрст? Да, мне нужны блоки, мне нужны... Мне нужна лестница. Верните мне лестницу в зад. Так, я, пожалуй, ещё скрафчек. Кстати, лестница идёт, как топливо, нет? Нет. Печалька. Сойдёт. Я не помню, сколько там блоков. Наверное, 13 нет. Тимоха Монстр, привет. Можно ли вылечить маленького зомби? Маленького зомби-жителя, да, конечно. Я делал это. Собственно... По-моему, вот тот клерик у меня выращен из маленького зомби-жителя. Но если у тебя стоит гринзилка, и ты хочешь из неё вытащить себе пару жителей, то не рекомендую. Лучше построить комнату, вот как у меня, или что-нибудь похожее. В который можно будет включать-выключать свет. В который можно будет безопасно уничтожать. Вообще всё и вся. Привет, братан. Первое поколение. Так, мимо. Так, ну и остаётся только ждать. В общем-то, только время покажет, работает ли эта ферма. Ну, первого жителя-то дождаться просто, а вот пока он вырастет... То есть, смотрите, почему я сейчас закончу, да, не дождавшись, пока он вырастет. Потому что он должен вырасти, отправиться сюда, попасть сюда. То есть, ну, это пройдёт нормально, да, это 100% сработает. После чего они должны заспавнить ещё одного. После этого он должен попасть сюда, вырасти, отправиться туда. Вот где-то между этими циклами. Возможно, после того, как он вырастет, вот сюда приедет. Возможно, тогда только будет видно, работает это всё или нет. Вот. Такие дела. Так что вот как-то так. Ну, один есть, всё работает, в принципе. По крайней мере, в таком виде оно работает. Всё. И дальше мне придётся каким-то образом добывать камень. Блин, мне бы уже неплохо построить автоматический сборщик камня. Ибо необходим. Точнее, не сборщик, господи, генератор камня. Точнее несут сборщик. А, кто-то за меня как будто тут камень соберёт когда-нибудь. Ага, конечно. Не, ну если рабов только запускать. Напиши, потом в ВК заработала ли ферма. О, поверь, я напишу. О, поверь, я напишу. Я так напишу. Всем написанием будет написание. Нет, должна работать. Должна. По идее, всё нормально. Возможно, только накопитель для взрослых жителей можно будет, вернее, нужно будет переместить. Но это только возможно. Такой биом. Почему работает снеговик? Снеговик находится под крышей, поэтому он не умирает от дождя. Биом там Extreme Hills. Но там дождь идёт. На этом уровне. А почему он должен не работать? Да, я тоже знаю, как можно сделать автогенератор. У меня слизи нет. Чтобы она на БАДе работала. Конструкция. Как только будет слизь, можно будет построить. Но фермы слизи у меня нет. Проектировать её на ходу я не хочу. Это очень долго. Так что мы этим займёмся уже на другом стриме. Сегодня я, наверное, закончу. Сейчас, в принципе, 6 часов я отстримил. Так что норм. Ну и на Ютубе это всё будет выкладываться постепенно. Слизь зачем? Ну потому что на БАДе работает. Потому что все БАДы используют слизь. Не, можно, конечно, сделать на клок-генераторе. Но они медленнее. Они шумят сильно. А этот шумит только тогда, когда генерируется камень. Ну и плюс мне нужен генератор именно гладкого камня. Потому что гладкий камень добывается по какой-то причине быстрее, чем кабла. Хотя кабла, она по идее раздробленная. По идее, ну это булыжник. Он менее монолитен. Если можно так выразиться. И по идее, его проще разбивать. То есть он уже раздроблен. Он не монолит. Ну, это уже логика Майнкрафта. Так. Где-нибудь ещё что-нибудь осталось, не? Ну и плюс я сегодня отстримил 6 часов. У меня болит голова. Так что я сегодня уже просто ничем заниматься не буду. Сорян. Вот. И Скайблок, дай бог, не последняя серия. Не последний стрим, вернее. Ну и не последняя серия тоже. Так что... Всё ещё успеем сделать. Так, это оставим здесь. Это оставим здесь. Сейчас соберем ещё немножко тростника. Да, ферма тростника тоже должна быть скоро. Да, ну и мы сегодня с вами неплохую работу проделали. То есть я сегодня построил ферму железа. Ну, такую. Такую себе ферму железа она построила. Не достаточно. Как бы она ещё не работает, да. Но мы подготовились и к этому. Мы с вами построили ферму жителей, которая скорее всего работает. Так что всё хорошо. Туториал по ферме слизней в болоте. Никто не фармит слизней в болоте. Бат биологическая активная добавка. Блок апдейт детектор. Если без шутейчик. Блок апдейт детектор. То есть блок обновляется, поршень срабатывает. Так, ну чё. Давайте я лаву верну к големам. Всё равно мне надо сначала будет дюпнуть лаву. Да, ещё раз я повторю для тех, кто может не слышал, не в курсе и вообще. Да, я буду дюпать некоторые вещи. Например, лаву. Но я не буду, например, сохранять ведро после лавы. Да, воно не было халявно. Мне нужна лава, но мне не нужно ведро. Потому что ведро я могу добыть, лаву я не могу добыть. Вот, ну и в принципе лавы-то мне не так уж много надо. У меня рядом болото, нужна слизь. Ну, посмотри в какую фазу луны появляются слизни и попробуй походить по болоту. Но если ты хочешь автоматическую ферму, там более-менее, то они не строятся на болоте. Они строятся в специальных чанках. Ну, то есть это просто не имеет смысла на болоте такую ферму строить, потому что они там спавнятся только иногда. И не в определенном месте в каком-то... О, братишки подъехали. Еще 10 штук. 50 максимум. 30 минимум. 30 это самый минимум, 50 это самый максимум. Ставлю на срок 3. Ну, почти. Вот еще 40 железа. Вот, потому что жителей, вот эти вот, вот эти жители. Это вот тут одна деревня, вот тут другая деревня, там выше будет еще одна деревня. То есть это три разные деревни, и они друг друга не видят. Но пока я бегаю тут, здесь, как бы, это все подгружено и работает. Вот. Собственно, у нас будет вот таких вот, вот это считайте, раз, башня, да? У нас таких башен будет, ну, либо две, либо три штуки. Ну, сначала две, потом, может быть, третью еще сделаем. То есть куда-нибудь вот туда отведем ее. Вот, может быть, еще сделаем. Ну, мне кажется, двух хватит, потому что это будет четыре фермы железа. Это более чем достаточно. Приятное, Вноми. У меня слизи на болоте... Слизни на болоте спавнились 10 раз чаще, чем в пяти специально воротных чанках. Ну, может быть, что-то неправильно сделал. Черт его знает. Ну, на болоте, да, они, очевидно, прыгают всегда в определенную фазу луны. Это да. Но я бы сказал, что ферма слизни автоматическая, она выгоднее. Я бы сказал. Возможно, стоит освещать все вокруг, но я не помню, слизни, они реагируют на свет или они... Собственно, не реагируют. Так. Куда бы спрятать ведро? Давайте ведро здесь пока положим. Раз уж тут ведра лежат. Так, и еще немножко. Железом я богат, но ровно до дюк-машины. Минус 240 слитков. Хотя я подумал, возможно, мне придется потратить меньше слитков. Потому что так как... Я думал, как построить дюк-машину. Сделать ее, конечно же... Ну, естественно. Как же ж иначе, сделать ее в три ряда хопперов. Но, по идее, мне понадобится всего лишь два ряда хопперов. Если я хочу сэкономить и выгружать вручную. Бам, муганетка готова. Бам, муганетка поехала. Надо будет, конечно, повесить тут кнопку. Илья 123-89. Я посмотрю обязательно. О, они платятся. Так, эта часть работает. Эта часть работает. Я посмотрю потом то, что ты мне скинул. Ты мне, надеюсь, скинул скрины, чтобы я не мучился головой. Вот. Я посмотрю, я на следующем стриме, может быть, его построю. Если он попроще. Если он мне подходит. Сегодня я, правда, уже не могу, не хочу. У меня голова, горло все болит. И температура. Пониженная. Как минимум, два братюни тут уже есть. В принципе, остается им только еду бросать. Давайте, если у кого есть вопросы, ребят, я сейчас буду заканчивать стрим. Я на них отвечу и, собственно... И отвалюсь. Так, где картошка? А-а-а. Ха-а. Где картошка? Ха-а-а. Они тоже в недоумении, они говорят, где картошка? Так, я пока тут постою, пофармлю, поотвечаю на вопросы скрины. Хорошо. Люблю скриншоты. О, понеслась. Работает ли х-фарм на 1.9? Даже если не очень хорошо, он хотя бы работает. Но если в правильном месте построишь, то да. Ну, то есть, если ты построишь ее над океаном, как можно выше от земли, либо осветишь все пещеры в радиусе 128 блоков, ну, либо то и другое вместе, если совсем уж упароваться. Но, по идее, если просто поднять ее там где-то, сколько она там получается с потолком высотой, она 13 блоков, вот где-то на 245 координате ее, именно в верхней коробке, низ должен быть. То есть, у тебя есть верхняя коробка, у тебя есть платформа, куда падают моба. Вот верхняя коробка должна быть там от 245 до 258 координаты. А, не, вру, 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 258, нет, координаты. Там, 240, ладно, вот. От 240 координаты она должна стартовать, на 253 закончится. Вот. И от 200, там, да, от 240 координаты до, там, 205, да, вот на 205 у тебя должна быть платформа для мобов, об которой они убиваются. Можно снеговика запустить в обычном биомбе на большой высоте. Не пробовал. Ну, по идее, да, по факту надо тестить. Черт его знает, как Майнкрафт поведет себя. Бывает то, что логично, не работает в Майне. То есть ты включаешь логику, а логику не надо было включать в этот момент, потому что у Майна своя логика. Тарадор, я построил уже библиотеку. Уже давно. Библиотека уже давно построена в сингле, и все. Ну, если ты про библиотеку, которая в башне должна была находиться, то я от нее отказался пока что. Хотя, ну, не знаю, ее просто неудобно строить, она круглая. Это не совсем то, что я хотел. Вот. Ну, там пока что просто ничего нет банально в том куске башни. А если ты говоришь про библиотеку, которая стоит у меня в ностальгической деревне, там где дом с Майнхака, там она уже есть. Так такая ферма. Так такая ферма. Ну, здесь же три раздатчика с костной мукой. Вот они и успевают вырастить, пока оно не выпадет. О, частицы пошли. Если видите частицы, значит все хорошо. То есть там внутри темно, и туда три раздатчика лупят костной мукой. На этом принципе и работает. Not bad. Не то слово. Это самый, по-моему, это самый быстрый и эффективный способ получить много жратвы, там, на начальном этапе. Так, что тебе там надо? Раз, два, раз, два, три, четыре, пять, шесть, три, шесть редстоуна, семь, восемь, девять, девять редстоуна тебе нужно. И немного ниток, как правило. И все. И рычаг. Так, тут уже все, да? В принципе, я бы сказал, что это одна из лучших ферм, которые мне попадались на просторах Рунета. Ой, Рунета. Интернета. Так, сейчас выложим. Я это не просто так делаю. Почему внутри должно быть темно? Потому что в таком случае тебе не придется срубать самому выросшие штуки. Они сами в темноте выпадут. То есть если освещение семь и ниже, помимо того, что мобы враждебные спавнятся, еще и растения выпадают. То есть ты не можешь посадить семена в полной темноте. На этом, в принципе, и работает ферма. На этом же, в принципе, кстати, отчасти работает ферма на жителях. Там тоже темнота используется для срубания определенного посева. Ты пытался устроиться на какую-нибудь работу, доработа с треймером? Я работал продавцом, я работал кладовщиком. Норм. Но это не было любимой работой. Ну, то есть найти скучную и нелюбимую работу я могу всегда. То есть стать из-за компа, просто больше никогда не заходить на канал, например, и пойти работать там каким-нибудь манагером, вшивым. Ну, в моем понимании это... Хотя, смотря какой манагер, в принципе. Или продаваном в какой-нибудь Эльдорадо. Я думаю, что это просто как два пальца об асфальт. Но кому это нужно? Ванила будет сегодня? Нет. Сенсоид-каратель, а ты не считай чужие деньги. Так, ну что? Сколько там еще осталось? Так, ладно, хватит. Хватит с этой фермы. Так, да, я выложусь до пользы нас под Тейта. Пока что она мне не нужна. Так, ну и поползли. Может, там кто-нибудь вырос, кстати. Досмотрим заодно. Посмотрим заодно, работает ли она. Ну, по идее, если вот тут не работает, вот тут точно работает. Потому что вот этот чувак сейчас не мешает абсолютно работе фермы. Эй, братишка, здравствуй. Почему бы не воспользоваться чувачком? Да, у меня снова офигенно длинные эпизоды получаются на Ютуб. Ну, ладно. Все, да, не откроешь сделку. Вот что ж ты жадное с животными. Ну, ладно. 16 алмазов, ой, 16 эмиральдов не так уж и плохо. Ну, смотрите-ка, ребят. Смотрите-ка, у меня появился ручной чувак. Тортики, тортики. Так, кстати, я нес же не ему картошку. О, снова зеленый жижи пошел. В принципе, одного фермера хватит, чтобы обеспечить меня... Тфу, эмиральдами, господи. Да, многие годы. Ну, то есть, а что? Картошка у меня практически автоматом добывается уже. Ну, так, с кнопкой, с той зажатой, да и все. Остальное... Остальное не важно. Нужно только добывать не только картошку, но и морковку, например. Или тыква. Так, что там у него? Тортики. Тортики. Так, кстати, я нес же не ему картошку. Такой кнопкой добирать вещи в полный стак. Левой кнопкой мыши дважды. Ну, то есть, двойной клик. Ты, кстати, жителями не занимался еще, Нэо? Мне кажется, может быть полезно. Хотя бы ради мендинга, например. Со скольки завтра стрим. Суббота, воскресенье, выходной. По субботам и воскресеньям стримов нет. Так, ну-ка, проверим. Ну, тут пока что один. Понятно, что они так быстро наплодить еще, видимо, не успели. Либо, либо этот чувак все сломал. Как вариант. Такое тоже возможно. Завтра, ребят, суббота. Послезавтра, воскресенье. Завтра, послезавтра стрима не будет. В понедельник, как обычно, в 3 часа дня по Москве. Потому что мне тоже надо отдыхать. Я, в принципе, могу стримить неделю. Ну, там, 2, месяц. Но потом, как любой человек, я ломаюсь. То есть, ну, высыпаться надо. Попробовал в плейнс на высоте 240. Ставить снеговика, короче, не работает. Ну, буй с ним. Хиросайдж в топку. Ну, пока что я не хочу в него играть. Так, ну что, будете? Будете плодиться или нет? Ну, просто Хиросайдж, это... Хиросайдж... Она немножко меня разочаровала. Своей недоработанностью, что ли. Она неплохая игра, но она пока недоработанная. Сильно была. Хотя, уже на нее вышло несколько патчей. Я, в принципе, в нее один раз еще обещаю попробовать. Как бы, если даже не на стриме, то оффстрим хотя бы. Вот, и посмотреть, чего изменилось. Но если она не поменялась в том смысле, в котором я думаю, то есть, вот эти вот все ловушки, не подправили, не подвинули, и так далее, и так далее, и так далее, то, скорее всего, я не буду больше ее снимать. То есть, ну, один раз мы еще поиграем в нее. Обязательно. Почему нет? Потому что я отдыхаю в выходные. Внезапно. Не плодятся. Плохо. Либо они пока что еще... Не зарандомили себе мелкого. Там вот один сидит. Звездюк. Ну что, будете сердечки давить или нет, чуваки? Ну... Так, мне не сюда, мне туда. Шесть дверей поставил. Конечно. Не, я о некоторых вещах могу, конечно, забывать, но... Двери на ферме жителей. Долго стрим. Стрим идет шесть часов, мы уже заканчиваем. Ну, все, пока что бегаем вокруг фермы, смотрим, что как. На вопросы отвечаю. Большой патч был в HeroSitch. Хорошо, я посмотрю. Если не забуду. Я постараюсь не забыть, но... Есть вариант, что это случится. Так, что-то мною писал-то про жителей. А, ничего не писал. Ну, ладно. Ох, а я переживал за Эмиральда. Все хорошо будет. Все будет хорошо. А потом, после дюк-машины, когда у меня будет уже куча... Куча Ха? Да. Когда у меня будет куча земли, можно будет сделать полностью автоматические фермы. Как у меня сделаны они в сингле, но только, может быть, не такие большие. Хотя, в принципе, почему бы и нет. Ну, там меньше декора будет, очевидно. Меньше декора, больше... Больше хардкора. Больше... Функционала, да. Так, какой-то подарок мне в стиме прислали. God Games Odyssey. Я не знаю, что это такое. Спасибо. Блин, я забыл, как вы не... Blitz Speed Without Limits. Люблю считать чужие денежки с наилучшими пожеланиями. Спасибо большое. Я не знаю, что это за игра, но я в нее... Надо будет какой-нибудь стрим сделать абсолютно упорно по всему, что у меня есть вообще в стиме. Не плодятся. Не плодятся. Ну, если что, мы просто вот эту вот трубу продлим и поставим куда-нибудь вот сюда. Здесь можно будет по-прежнему ходить. Вот. А ферма будет работать. Надо посчитать, сколько блоков у меня было от деревни непосредственно до... До того места, где у меня стоит накопитель жителей. Потому что у меня они стоят в одной комнате в сингле, и там все прекрасно работает. Теперь... Видать, теперь слизни каждую ночь спавнятся... Вот, вот, язык Вики Володну Генли каждую ночь. Снеговик дропает 0,15 снежков. Не знаю, верит, не верит, но мне, в принципе, все равно. Ну и 0-15, это и 3 тоже. 3 входит в это число. А, Илья, 1, 2, 3, 8, 9. Да, хорошо. Я все посмотрю после стрима. Так, ну они определенно отказываются плодиться пока что. Либо не зарандомило, опять же. Либо это слишком близко находится. Хотя, по идее, как бы его-то не должно. Вот, получается, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 25 блоков. 24, хорошо. По идее, деревня где-то вот тут кончается. Максимум. Ну, то есть, деревня нет, но популяция считается, по идее, в меньшем радиусе. Насколько я понимаю, но... Может быть, я что-то не так понял. Но, опять же, в сингле у меня все работает. То есть, есть вероятность, что... Может быть, какие-то там пару блоков не в ту сторону, и все. Так, вырос. Вырос наш житель. Депп страйдер. Ну, да, мне очень нужно по воде ходить. В скайблоке-то, блин. Так, ну, по крайней мере, двух они мне заделали. Ладно, с остальными я потом разберусь. Будет работать, не будет работать, это уже другой вопрос. Все, ребят, если смотрите это на YouTube, обязательно подписывайтесь и ставьте пальцы вверх. Ах, ах, ах... Ах, ах... Продолжение следует...